Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на нашем очередном вебинаре «Правильный понедельник». Как меня слышно? Нет ли проблем со звуком и с изображением? Если все отлично, со звуком все окей, тогда можно поставить плюсики в общий чат, и я пойму, что можно двигаться дальше. Как меня слышно? Отлично. Имейте в виду, что если возникнут проблемы по ходу вебинаров, вы должны, собственно, об этом мне сообщить. Попробую исправить. И не забывайте также о том, что у вас есть возможность навести курсор мыши на ваше изображение, точнее, на мое изображение, которое вы видите. Там будет бегу на громкости, соответственно, можно подстроить этот параметр непосредственно по себе. Ну что ж, предлагаю тогда не терять времени. Понедельник, день, конечно же, непростой. И сегодня, в принципе, у нас очередная возможность еще раз пробежаться по основным ключевым актамическим событиям прошлой недели. Но, признаюсь честно, неделька была довольно-таки вялой. Несмотря даже на то, что мы вроде бы как вернулись к нашим долгосрочным трендам, все равно день, точнее, вся пятидневка какими-то серьезными, взрывными, фундаментальными событиями не отличилась. Но уже эта неделя явно возьмет реванш, потому что у нас на повестке ЕЦБ, у нас на повестке Non-Farm Perils, ну и, конечно же, для тех трейдеров, которые делают ставку на трейдинг нефтью, есть возможность последить за долгожданным событием, связанным с ПЕК, и возможностью пересмотра дневной квоты. Сразу хочу сказать, что квоту, скорее всего, оставят без изменений, но очень приятно, конечно же, спекулировать на ожиданиях, смотреть, как рынок подстраивается к этому событию, но и предвкушает, собственно, этот релиз, потому что все прекрасно понимают, что, наверное, более стоящего фундамента сейчас для нефти не найти. Если, опять же, скажем, сделаем небольшое лирическое отступление, хочу отметить, что именно заседание прошлой ОПЕК, которое мы наблюдали в ноябре, и стало как раз серьезной причиной вестником активных распродаж, которые последовали по бренду и WTI после этого. Думаю, что ситуация в целом может повториться, хотя я даже практически в этом не сомневаюсь. Если ОПЕК сохранит квоту, значит, у нас будет серьезная предпосылка, чтобы перенять все приезжие негативные тенденции и плавненько перейти вместе с ними в 2016 год, который, скорее всего, снова будет очередным разручным как для бренда, так и для WTI. Поскольку всегда традиционно я исхожу из долгосрочных ориентиров, думаю, что среди вас есть трейдеры, которые также разделяют подобные горизонты инвестирования и прекрасно понимают, что в целом, наверное, тот фундамент, который мы анализируем за последнее время и находим соответствующее подтверждение того, что мы все делаем правильно, он доказывает, опять же, верность нашего позиционирования, но и позволяет также без каких-либо рисков, опасений сидеть в этом активе, держать свои селы и ждать тех уровней, на которые мы замахнулись, в принципе, уже довольно-таки давно. Это возможность снижения по бренду даже ниже 40 долларов за баррель. Пока от этого позиционирования мы не отходим и, напротив, продолжаем искать в каждой неделе дополнительные поводы, чтобы убедиться в том, что бренд еще не окончательно реализовал свой традиционный потенциал. Теперь давайте все-таки вернемся к нашему традиционному сценарию. Думаю, те, кто постоянно посещает, собственно, этот вебинар, прекрасно понимают, что и помнят. Мы сначала анализируем основные события прошлой недели, плавно переходим к тем событиям, которые у нас, по сути, на носу, то есть в рамках этой пятидневки. Ну и заключительным аккордом всего вебинара является уже слайд с ориентирами по наиболее популярным валютным активам. Я еще раз, скажем, отмечаю и акцентирую ваше внимание на том, что если есть какой-то актив, который вы хотите, чтобы попал, опять же, в поле зрения нашего постоянного униторинга, совместно, потому что этот вебинар, по сути, является нашим комплексным фундаментальным анализом, который проводим вместе и вы, и я. И, соответственно, делимся мнениями, смотрим на позиционирование и строим определенные ожидания. Если, в общем, есть какой-то актив, который, ну, очень вас волнует, очень интересует, давайте его добавлять в повестку, давайте по нему также строить конкретные ценовые ожидания и вместе, скажем, проводить трейды, которые, ну, в идеале бы, конечно же, чтобы были направлены на профитные ориентиры. Начнем мы, как и всегда, с европейской валюты, потому что, как ни крути, но евро у нас традиционный, главный рисковый инструмент, и, наверное, если у нас есть цель определить рисковые настроения, позиционирование в отношении риска и вообще, что думают трейдеры на финансовых активах, можно посмотреть на динамику европейской валюты. Поэтому каждый раз, когда мы подходим к комплексному анализу финансовых рынков, мы начинаем, зачинаем с динамики европейской валюты против доллара. Сегодня давайте не будем нарушать эту тенденцию и поговорим прям сперва как раз о тех тенденциях, которые показывала европейская валюта. Евро открыло прошлую неделю на мажорной ноте, достигнув в конце вторника уровня 1.0641. В целом можно говорить то, что участники рынка продолжили следить за актуальными макроэкономическими данными, выискивая дополнительные поводы для усиления спекуляций на тему расширения европейской программы количества смучения. Действительно, это тема номер один. Даже сегодня в ходе брифинга я снова обратил внимание, что сейчас, наверное, более крутого фундаментального фона нет, потому что мы вплотную подошли к ЕЦБ, мы вплотную подошли к возможному анонсу более агрессивных мер, экономических стимулов, и ждем как раз серьезный фактор, который станет основополагающим основанием для того, чтобы евро оказался гораздо ниже даже тех значений, на которых он торгуется сейчас. Напомню, что наша сверхдолгосрочная идея это снижение вместе с парой евро-доллар ниже уровня 1.05, а может быть даже с заходом на совсем, скажем, амбициозный вызов, предполагающий возможность посадки до паритета. От этой идеи мы ни в коем случае не отказываемся. Очень хочется верить, что среди трейдеров и присутствующих на этом вебинаре есть те, кто уже высоко засолил, соответственно, европейскую валюту и сейчас смотрит, прибиваясь на то, что происходит с евро, понимает, что ключевой негативный драйвер у нас еще впереди и привкушает это событие, потому что верит, что оно станет дополнительным топливом, драйвером, чтобы евро просело еще ниже, добралось до тех низких значений, которые мы, собственно, и ждем. Но давайте все-таки актуализируем новостной фон, в частности, основные макроэкономические события прошлой недели, потому что прошлой неделе мы старательно, разумеется, искали дополнительную поддержку для наших коллекционных идей и, собственно, нашли ее в тех данных, которые могли проанализировать. В частности, опубликованные во вторник данные по ОВП Германии подтвердили факт не лучшего состояния ведущей экономики валютного блока. В частности, экономика Германии в третьем квартале прибавила только на 0,3% после увеличения на 0,4% в прошлом квартале, а годовой показатель, на мой взгляд, на довольно низком уровне продолжает находиться, это 1,7%. Окончательные данные показали, что внешняя торговля, как ни крути, но внесла свой отрицательный вклад в общие показатели ОВП. Поскольку мы анализировали до этого еще состояние торгового баланса и прекрасно видели, что импорт растет опережающими темпами экспорта. Это очень плачевная динамика, если не сломать в корне вот эти тенденции, в конечном счете экономика из экспортно-ориентированной превратится в импортную, и это будет полномерно толкать показатели ОВП вниз, ну и, разумеется, гасить все потребительские, скажем, амбициозные производственные порывы, которые присутствуют еще на рынке, ну и уж тем более присутствуют в рамках ведущей экономики валютного блока Германии, которая является промышленным центром. Возможно, также негативные последствия имели место быть как отголоски, опять же, скандала вокруг манипуляций с испытаниями на выбросы дизельных двигателей, Volkswagen. Может быть, именно они создали сейчас серьезные производственные риски для промышленного сектора, хотя, честно говоря, наверное, делать выводы еще немножко рановато, но мы все-таки детально анализируем общий фундаментальный фон и понимаем, что такой скандал, но он не может не пройти незамеченным для всей отрасли целых. И мы ждем, что эти негативные последствия будут копиться, как снежный ком, а в конечном счете приведут к реализации самых неприятных следствий для промышленного сектора и, разумеется, для темпов экономического восстановления. Но тогда, когда это произойдет, я хочу, чтобы мы все знали, что допускали, точнее, возможности подобного исхода, готовились к этому и не верили даже каким-то локальным позитивным отчетам, что экономика Германии смогла найти основания для восстановления, потому что мы видим, что в целом системные факторы, которые выстраивают, собственно, экономику в формате такого стержневого базиса, все они, напротив, испытывают серьезные проблемы и эти проблемы позволяют нам, опять же, из брифинга в брифинг, из недели в неделю констатировать слабость всей еврозоны через экономику Германии, ну и, разумеется, трактовать это как еще одна возможность для ослабления позиции главного валютного риска. Не стоит забывать, также я отметил, про слабые данные промышленного сектора Германии, который в целом уже просел больше, чем на 1% с начала этого года, очень много. Думаю, что в последний раз, когда промсектор, ведущее, по сути, звено Германии, испытывало такую, или демонстрировало, лучше сказать, негативную тенденцию, это было, наверное, 2008-2009 годов. Сейчас мы видим повторение, и если раньше, понятно, что возник какой-то негативный пик, его удалось пройти, а после чего экономика стала восстанавливаться. Сейчас у меня, скажем, не поворачивается язык сказать, так что негативный тренд уже пройден, и дальше будет только восстановление. Я боюсь, что дальше будет только хуже. И еврозона, скорее всего, продолжит, опять же, дисконтировать эти риски, которые в том числе связаны с слабостью на развивающихся площадках, ну и, конечно же, Китай, на который мы традиционно делаем ставку, обозначая его в качестве ключевого подрывного фактора, обстоятельства, который дестабилизировал мировую экономику в глобальном плане за последний, по сути, наверное, год. Ну, чуть больше года. Или, хотя даже, правильно, чуть меньше года, поскольку к такому негативному тренду по статистике мы присоединились так относительно недавно. Но в целом мы видим, что эти риски сохраняются, значит, эти риски продолжат также негативно влиять и на еврозону, и, разумеется, на экономику Германии. Во вторник не обошлось и без локального позитива, в частности, индекс золового оптимизма от ИФА достиг уровня 109 против прогноза 108,2. Индекс экономических ожиданий тоже ИФА, а 104,7 против прогноза 103,7. Честно говоря, после того, как я увидел позитивный отчет, я сразу же его проигнорировал, потому что прекрасно понимаю, что он абсолютно оторван от реальности. Видеть хорошую статистику по ИФА от бизнес-ожидания, тогда, когда мы уже с вами весьма детально разобрали те риски, которые имеют место быть для Германии, это какой-то нонсенс и парадокс, очень странно. И я думаю, что речь идет о не совсем объективных данных и, скорее всего, они будут пересмотрены. Поэтому каждый раз, когда меня просят проанализировать бизнес-ожидания, я рекомендую обращать внимание, прежде всего, не на статистику ИФА, а на статистику ЗЮ, которая по мне является более объективным показателем и, наверное, с большей долей реальности указывает на фактическое состояние сектора. А вот по ЗЮ мы знаем то, что негативные тренды, тенденция, которая сохраняется уже практически на протяжении всего последнего года. И ЗЮ в этом плане дружит со статистикой и не рисует какой-то позитивный отчет тогда, когда оснований для позитива нет. Во вторник вышли данные по ВВП Соединенных Штатов Америки. Мы ориентировались на этот отчет, потому что, напомню, сейчас последующие марк-экономические релизы, тем более важная статистика является дополнительным поводом и аргументом в пользу того, чтобы сделать ставку, либо еще, наверное, с большей уверенностью собраться и сориентироваться на возможное повышение подсоединенных ставок в рамках ФРС США. Поскольку на отчеты делается большая ставка, нам позволил прийти к такому выводу последний комментарий Джанет Хилин, председателя ФРС, о том, что сейчас внешние глобальные риски уже, вроде бы как, не рассматриваются в качестве определяющего фактора для нормализации денежно-кредитной политики. А вот национальная статистика – это уже ключевой момент, который подпадает в поле зрения голосующих членов ФРС. Но если они смотрят за статистикой, мы уж подавно, потому что мы раньше не игнорировали ее, обращали внимание на стат данные и искали в каждых сильных, серьезных релизах и отчетах подтверждение того, что мы правильно делаем, покупая американца. Даже несмотря на вот эти, мне кажется, стереотипные и, может быть, несколько преувеличенные заблуждения, которые присутствуют на рынке касательно того, что дорогой американец подрывает конкурентоспособность национальных производителей, доллар нужно, точнее, поспособствовать тому, чтобы он слабел, поскольку иначе экономика не увидит от тех показателей ООП, которые, наверное, и должны характеризовать ведущую экономику мира. Но я считаю то, что это не совсем правильный подход, потому что нужно более детально анализировать фундаментальный фон и не, скажем, цепляться за такие поверхностные проявления стат данных, макроэкономической статистики, как сила валюты и, соответственно, ее влияние на производителей. Вы не забывайте, что речь идет не какое-то экспортное ориентирование экономики, не рядовое экспортное ориентирование экономики, речь идет о США, которые всегда традиционно гнули свою линию и всегда традиционно имели совершенно другие факторы, бусты для экономического роста. И эти факторы никогда не были связаны, по сути, с состоянием американской валюты. Что касается данных по ОВП, третий квартал, 2,1% прироста против прошлого 1,5%. Я думаю, что, получив еще одно подтверждение силы американской экономики через показатели ОВП, у нас прибавился еще один довод, аргумент в пользу того, что ФРС уже совсем в ближайшее время, ну, под ближайшим временем, я уже подразумеваю, по сути, середину декабря, когда состоится очередное заседание ФРС, анонсирует, наконец, вот это долгожданное решение, связанное с изменением вектора монетарной политики и повышением процентной ставки. Но, признаться, если мы посмотрим на реакцию американца, ну, и прежде всего, пары USD-иены после того, как вышли данные по ОВП, мы не увидели серьезной поддержки для доллара. Скорее всего, это было связано с тем, что во вторник на рынке присутствовал все-таки еще хорст-мажорный фактор, это эскалация геополитической напряженности между Турцией и Россией в связи с инцидентом с российским самолетом. Поскольку был сбит СУ-24, якобы вследствие того, что было нарушено воздушное пространство, тут же трейдеры заговорили о глобальных рисках, скажем, геополитической напряженности, всеобщей беспокойности, которая, на самом деле, признаю, сейчас присутствует на рынке и начинает затухать. И как только это происходит, как назло, случается нечто подобное снова, и рынок прекрасно понимает, что на рынке сейчас очень много страшных, скажем, нюансов такого хорст-мажорного характера. И эти нюансы, эти события провоцируют периодически. Опять же, отказ от прежних инвестиционных идей, когда трейдеры забывают обо всем, о фундаментальном фоне и начинают переориентироваться на защитные инструменты, потому что это логичная и, наверное, абсолютно оправданная реакция, особенно тех трейдеров, за которыми стоят значительные капиталы. Как только возникает какой-то очаг геопрической напряженности, до прояснения ситуации лучше сейчас, скажем, поддержать свои сбережения в защитных инструментах. И под защитными инструментами я, разумеется, подразумеваю франк, японскую иену, золото, хотя золото уже не так очевидно, но все-таки локальный интерес к золотому активу мы видели на прошлой неделе. Правда, сейчас от этого локального интереса ничего не осталось, потому что золото полномерно снижается, и уже относительно недалеко находится от нашей долгосрочной цели возможности просадки в район 1000 долларов за унцию тройскую. Напомню, что мы отмечали возможности коррекции, и я отмечал возможность коррекции и анонсировал высокие шансы на достижение этого актива, поддержки в 1000 долларов за тройскую унцию очень давно. И те, кто послушал, прислушался к моему мнению, также вместе со мной оценил актуальный новостной фонд и пришел к выводу, что действительно золото уже лишено прежних факторов поддержки. Золото является, наверное, тотальным аутсайдером, потому что сейчас, наверное, ничто не может заставить от рейдеров переплицироваться из, соответственно, продавцов покупать этого актива. Потому что золото у нас не отличается ни каким-то дополнительным доходом в виде дивидендов, в виде процентных платежей. Золото у нас уже не позволяет страховаться от рисков высокой инфляции, потому что высокой инфляции как таковой нет. Какой бы регулятор мы с вами не рассмотрели, точнее экономику среди развитых, там будут, напротив, очень низкие показатели индекса потребительских цен и даже присутствующие риски дефляции. Вот самый яркий пример там у Банк Англии, который до сих пор находится, точнее английская экономика, которая до сих пор испытывает проблемы вследствие негативного влияния низких показателей по инфляции и, по сути, даже реализованная дефляция, потому что годовой показатель находится на уровне минусом целых 1,1%. Еврозоне вроде бы как удалось выбраться с отрицательных значений, но я думаю, что это вопрос ближайшего времени. И тем более, если ЕЦБ будет мудрить и решить, что экономика справится без расширения программы количественного смягчения, без продления сроков ее действия, мы увидим еще более страшные показатели по потребительской активности, что в целом, наверное, позволит нам с еще большей уверенностью ринуться в европейскую валюту и занимать на максимальные лоты продажные сделки. Но пока давайте все-таки возьмем это в качестве заготовки, продолжим отслеживать новостной фон. И сейчас нам и прежних шортов достаточно, чтобы кататься на вот этих коротких сделках по паре евро до. Что касается других активов, в частности, чтобы далеко не отходить от торговой сессии вторника, отмечу также еще и фунт, поскольку во вторник состоялась конференция председателя Банка Англии Карни, которая позначила возможность изменения монетарной политики, но не в ту сторону, в которой, наверное, ожидали покупатели этого актива. И я уже неоднократно отмечал тот факт, что Банк Англии, он с большой долей вероятности будет отказываться от прежних своих обещаний, потому что сейчас, наверное, более объективная картина складывается в пользу того, что об ужесточении монетарной политики вообще не стоит задуматься. Странно только, что Банк Англии пришел к этому пониманию гораздо позже, чем мы. Хотя, наверное, вряд ли они глупее нас, может быть, речь идет о, скажем, индивидуальных спекуляциях, которые бывают характерны для монетарного руководства. Правда, уличить в этом практически невозможно, но на основании того, что мы слышим, на основании того, как быстро меняется их позиционирование и, опять же, их ожидания по монетарной политике, которую, собственно, они сами строят, мы можем делать вот этот логичный вывод о том, что все происходит именно так. Спекуляции с их стороны имеют место быть, но нам важно не поддаваться на вот эти заблуждения, все-таки самостоятельно анализировать общую фундаментальную картину, находя основания для подтверждения тех идей, которые сохраняют актуальность. И эти идеи направлены сейчас на ослабление рисковых инструментов. Что касается других активов, неплохим ростом во вторник отметилась и нефть, которая добралась до локального ХАЭ 46-49, и это даже несмотря на очередной рост запасов США на 2,6 миллиона по версии АПИ. Также, если посмотрим уже на официальную статистику от Министерства энергетики США, рост был подтвержден тоже 0,96 миллиона против прошлого 0,25. Но и в этот раз нефть не просто устояла, но и добралась до локального ХАЭ 46-28. Но это также было только временно, потому что уже пятницу и по сути всю неделю мы закрыли на значение ниже 45-ти. И вот, в принципе, сегодня мы видели то, что для черного золота, для Brent и для WTI также были характерные коррекционные тенденции. И долгосрочно мы, опять же, не пересматриваем свои ориентирования, верим в то, что нефть будет и дальше слабеть, и общий фундаментальный фон нам тому в помощь. Европейская валюта в среду переколекцировалась в рыночном усаде, а вот, собственно, тогда и пошли серьезные распродажи. И хорошо, что мы их дождались, потому что я надеялся увидеть даже еще более объемлющее снижение европейской валюты. Но, наверное, винить рынок в чем-то сейчас не будем. Спасибо за то, что и такую коррекционную динамику увидели. В принципе, евро уже помог нам неплохо заработать на тех трендах, которые имеют место быть. Ну и пока, вроде бы как, потенциал еще не исчерпан. Мы верим и видим, что европейская валюта снижается, и это снижение может продлиться еще какое-то время. Что касается причин для рыночного усадя, для европейской валюты, стоит отметить данные по США, опять же, по состоянию американского рынка труда. А число заявок на пособия по безработице снова снизилось, подтвердив тенденцию восстановления данного сектора на американской экономике. Не менее позитивным оказался и отчет по заказам товара длительного пользования, который указал на существенный прирост в 3% по сравнению с сокращением на 0,8% в прошлом месяце. Другими словами, макроэкономические данные США продолжают сигнализировать о готовности ФРС к повышению ставок. И спасибо, конечно же, им за это, потому что для нас это подспорье, чтобы удерживать наши длинные сделки, прежде всего, по паре USD иене, но и короткие по норийскому активу. В частности, пара USD иена в среду добралась до уровня 122.73. После этого прошла консолидация в течение нескольких торговых дней. И вот сегодня мы снова торжествуем вместе с американцами, потому что видим, как USD иена рванулы выше сопротивления 123, и по сути этот уровень является уже поддержкой. Ростом в среду отметился британец, последний, кстати, на прошлой неделе, добравшись до уровня 1,527. И мы рост наблюдали, даже невзирая на комментарии главного экономиста Банка Англии, о том, что исходя из последних и актуальных тенденций, скорее всего, придется пересмотреть прогнозы по достижению своего показателя по инфляции. Также спасибо ему большое за это, но мы и без него прекрасно видим то, что индекс потребительских цен в лучшем случае, при даже неизменности текущего новостного фона, не говоря уже про усугубление понижательных трендов по энергетическому сырью, смогут достигнуть хотя бы даже приблизиться, хоть отчасти, к целевому показателю в 2% не раньше 2017 года. И я считаю то, что мы, наверное, к этому фону будем возвращаться не раз, и особенно этот фон будет актуален для тех трейдеров, которые ориентируются на долгосрочные тренды по основным тандемам валютных активов. Также в среду отметился и представитель Банка Англии Марк Карни, заявил, что низкие процентные ставки, скорее всего, сохранят свою фону в течение более длительного периода времени. И это тоже не стало для рынка и для нас откровением, потому что знаем мы это и так, а поэтому уже давно стали распродавать британцы, не обращая внимания на те локальные выплаты, которые имели место быть, даже в районе 1.55. Я всегда призывал вас к тому, чтобы детально анализировать фундаментальный фон и видеть, скажем, читать между строк, особенно те тренды, которые, на мой взгляд, являются довольно-таки очевидными. Для британцев сейчас таким очевидным трендом является исключительно снижение этого актива против доллара. Что касается торговых сессий четверга и пятницы, в принципе, на рынке, можно сказать, в эти дни вернулись пьежные тренды, направленные на усиление позиций доллара и ослабление британцев, австралийцев, новозеландцев и европейского рынка. Хотя активность, конечно же, была понижена из-за закрытого рынка в США по причине празднования Дня Благодарения. Причиной более, скажем, усиленной коррекционной динамики евро стало сообщение Reuters о том, что ИЦБ рассматривает возможность введения ступенчатого уровня негативной процентной ставки, депозитной ставки и подразумевается даже снижение со текущих значений минус 0,2% до минус 0,3%, хотя я не удивлюсь, если ставка будет снижена еще сильнее. Поэтому подобные заявления, даже отражающие, скажем, опрос большинства экономистов, они реально могут интерпретироваться как возможность изменения более радикального монетарной политики, что в целом подталкивает, наверное, к еще большей активности по продажам европейской валюты. На этом фоне к концу пятницы евро добралось до своих совсем уж локальных минимумов. Они сейчас находятся уже недалеко от уровня 1,05 и мы видим, что европейская валюта и сегодня продолжает снижаться, реагируя, опять же, на актуальный новостной фон, а именно слабые роничные продажи. Уверен, что индекс потребительских цен также подведет. Ну и завтра у нас индекс производственной активности промышленного сектора еврозоны и Германии. Полагаю, что мы будем наблюдать еще одну порцию слабых отчетов, значит, получим еще одну возможность для распродаж европейской валюты и непосредственного теста той поддержки, которая является у нас ближайшим ориентированным по профиту. Это уровень 1,05 по паре евро-дону. Просел также и фунт, отреагировав на данные по темпам экономического роста. В частности, 0,5% квартальный отчет, 2,3% годовой прирост. В итоге обновление ноябрьского минимума на уровне 1,5030. В пятницу мы чуть-чуть не набрались до нашего ценового ориентира 1,50. Но вот уже сегодня, по сути, я уверен, удача улыбнется нам в очередной раз и мы сможем все-таки протестировать этот рубеж. И вместе, скажем, с теми трейдерами, которые присоединились к этой коллекционной динамике, добраться до реальной поддержки, которая обозначена на том уровне, который я отметил. Также хочу пару слов сказать еще про австралийца, потому что сейчас этот актив представляет также большой интерес для нас, исходя из актуального новостного фона. Почему сейчас обратил внимание на динамику Ауси? Это связано с публикацией очень слабого отчета по капиталовложениям в экономику. Это просадка на 9,2% против прогноза минус 2,8%. То есть уже сегодня на утреннем брифинге я отмечал, что годовая тенденция у нас совсем удручающая, вместе с австралийскими статистами и теми, кто ориентируется на австралийский рынок, минус 20%. Это, опять же, следствие падения инвестиций в горнодобывающий сектор после окончания бума. К сожалению, сектор услуг пока не может набрать достаточный уровень, чтобы реабилитировать и восстановить экономику в целом. Промышленный сектор также недостаточно силен. Да и если бы это было иначе, мы бы никогда не столкнулись с целым трендом полноценным снижением процентных ставок по, скажем, австралийской экономике со стороны Резервного банка Австралии. Этот тренд на текущий момент сохраняется. У нас есть еще очевидные осветительства со стороны низкой инфляции. И не забывайте о том, что в последние месяцы, точнее, не в последний месяц, а в последние полтора месяца. Мы видим полномерное увеличение ставок по ипотеке со стороны коммерческих банков Австралии. Это связано с тем, что они испытывают кризис ликвидности. И, наверное, для того, чтобы нивелировать, опять же, риски, которые идут со стороны национальной банковской системы, все-таки Резервному банку Австралии придется снижать требования по нормативам достаточности капитала, по обязательным резервам. И чтобы все-таки сделать это, придется еще раз смягчить экономическую политику. Может быть, снизите процентную ставку. Точнее, не может быть, я в этом практически не сомневаюсь. А значит, еще один шаг по коррекции ключевой ставки, которая стоит за Резервным банком Австралии, это как раз для нас и является искомым, сейчас триггером, который поспособствует движению пары OutUSD в район 0,70. Хотя я думаю, что мы на этом не остановимся, а пойдем даже еще дальше. Это что касается основных отчетов прошлой недели. Теперь давайте переходить к этой пяти дне. Завтра у нас решение Резервного банка Австралии по процентной ставке, индекс деловой активности в производственном секторе Германии, аналогичные отчеты по США и Англии и еще индекс постепенного разгона инфляции в США. Очень важный, насыщенный день, безусловно. Буквально какой бы регион мы не рассмотрели, есть полок, который будет бить по инструментам, которые стоят за этими регионами. Что касается австралийской валюты, тут в принципе буквально до этого слайда я отметил те риски, которые имеют место в быте для австралийской экономики. Как ни крути, мы ждем все-таки еще большего ослабления. И завтрашние, опять же, комментарии, справительное письмо по факту обновленного протокола Резервного банка Австралии. У нас, наверное, появятся аргументы для таких локальных распродаж австралийцев. Но для нас эти локальные распродажи очень плавно могут перетечь в долгосрочные тренды и возможности, опять же, движения в район 0,70. И на сделовой активности в производственном секторе Германии. Здесь я ожидаю слабый отчет. Последние показатели по темпам экономического роста потребительской активности. И вот сегодняшние данные по роничным продажам. В частности, сегодня отчет по роничным продажам показал, что сектор снижается в меньшем эквиваленте уже третий месяц подряд. Три месяца это у нас полноценная рецессия. То есть, рождественская ралли никак не может стартовать пока распродажи не настраивают на позитивный лад. И если уж и сейчас роничные продажи не могут акклиматься, я думаю, что в ближайшее время ничего не изменится. А поэтому при затухании потребительского спроса можно будет ожидать и того, что и производственный сектор не будет показывать те темпы, которые, наверное, потенциально не мог бы показывать. Я жду все-таки слабые статистики от Германии. Но даже если мы увидим какой-то локальный позитив, у нас тренды остаются неизменные. Эти тренды указывают на глубокие системные риски как и для Германии, так и для всего валютного блока. Что касается Канады, годовые данные по ВВП. Здесь у нас по прогнозам ничего ожидать хорошего не нужно, потому что уже прогнозы были озвучены мной, по-моему, недели две назад. И эти прогнозы подкреплены и ожиданиями рейтинговых агентств, и Всемирного банка. То, что в лучшем случае экономика Канады в этом году расширится на 1%, соответственно, в 2016 году на 2%, в 2017 году на 2,5%. Но, как я уже неоднократно отмечал, все будет зависеть от фактических цен на черное золото. И мы делаем ставку на снижение, а значит, уже можно делать ставку на то, что эти прогнозы будут пересмотрены. В общем, полагаю, что с большой долей вероятности мы завтра увидим слабый релиз. И, соответственно, при сохранении еще и коррекции нефти у нас будут все карты на руках, чтобы вместе с ростом американца и осознанием того, что дальше доллар будет стоить еще больше, двигаться вместе с, точнее, даже в расположение пары USDCAD к нашей долгосрочной цели в районе 1,35. Если посмотрите на актуальные котировки, до этого уровня остается еще совсем чуть-чуть. Что касается индекса постепенного разгона инфляции, на мой взгляд, даже несмотря на то, что в экономическом календаре этот отсчет обозначен как второстепенный, на него я советую уделить больше внимания, чем даже индекс деловой активности в производственном секторе, потому что, напомню, что именно рост инфляции может окончательно развеять мифы о неготовности ФРС к повышению процентных ставок, точнее, даже неготовности американской экономики к этому долгожданному шагу. Поэтому, если индекс по инфляции покажет прирост, учитывая рост заработной платы, вероятность этого высока, думаю, что доллар непременно использует это в качестве локальной поддержки и продолжит восстанавливаться против японского конкурента. В среду данные по Австралии по УВП, индекс цен производителей еврозоны, индекс потребительских цен, США изменит числа занятых от ADP и решение Банка Канады по процентной ставке, ну а также еще отчет по запасам нефти и нефтепродуктов. Это для тех трейдеров, которые ориентируются на нефть, но, думаю, что очередной прирост и очередная возможность для продажи. Важнейший отчет. Здесь, наверное, уже можно уже даже подумать, что же все-таки круче, либо индекс потребительских цен в рамках еврозоны, либо изменит числа занятых от ADP. Наверное, все-таки индекс потребительских цен, потому что этот отчет будет предварять фактически четверг, когда мы будем следить за позицией ИЦБ по текущему курсу денежно-кредитной политики. И, соответственно, если индекс потребительских цен укажет на то, что инфляция продолжает слабеть, ну или, по крайней мере, даже если инфляция не вырастет, это все равно будет плохой знак, потому что она находится на крайне низких значениях. Думаю, тогда ИЦБ уж точно перестанет, скажем, прикидывать, какой шаг сейчас лучше принять, потому что выход и вывод будет только однотипным. Это необходимость решения программы количественного смыльчения, потому что очень долго они ждали, по сути, весь 2015 год, надеясь, что восстановление мировой экономики позволит трейдерам, точнее, позволит, ну да, правильно, трейдерам несколько изменить свое позиционирование с негативного на положительное и поверить в то, что рисковые инструменты могут стоить дороже. Сейчас это уже не так, год, по сути, потерян. Текущих 60 миллиардов евро в месяц, которые задействуются в рамках европейской QI, явно недостаточно. Нужно увеличивать эту программу. Я думаю, что это решение, собственно, мы услышим уже в этот четверг. Поэтому на индекс потребительских цен, конечно же, обращаем внимание, но, наверное, позиционно, какой бы отчет мы ни увидели, вряд ли это уже может изменить текущее ожидание и готовность даже, наверное, самого ИЦБ к тому, чтобы все-таки перейти к более агрессивному выкупу активов и анонсировать дополнительные меры экономического стимулирования. Поэтому, наверное, последующие макроэкономические отчеты нужно все-таки анализировать, интерпретировать через призму предстоящего решения ИЦБ о, может быть, даже снижении процентной ставки по депозитам и поднятии программы QI на 10, 15, а может быть, на 20 миллиардов евро в месяц. Ставка по Канаде также важная, конечно же, на событие. Думаю, что если Банку Канады реально задуматься серьезно о тех угрозах, которые летают над экономикой, задуматься над теми рисками, которые могут иметь место быть в связи со снижением цен на черное золото, в связи со состоянием промышленного сектора, также со состоянием рынка труда, наверное, решение может быть также весьма логичным, и это решение предполагает все-таки еще одно снижение процентной ставки. Поэтому, несмотря на то, что рынок не допускает возможности этого шага сейчас, да и, наверное, пока что еще не допускает сам Банк Канады, я не советую отказываться от возможного, скажем, от идеи, которая предполагает возможность ослабления канадца по причине снижения процентной ставки. А поэтому за этим решением мы будем внимательно следить, и кто знает, может быть, как раз вопреки ожиданиям, мы все-таки дождемся вот этого сюрпризного момента, который будет связан с изменением монетарной политики, потому что обычно Банк Канады, опять же, если посмотрим последние 3-4 снижения процентной ставки, они не допускались рынком, как таковые, то есть это решение было внезапным. Может быть, нечто подобное у нас будет и в эту среду. В четверг еще более насыщенный день, даже по содержанию слайда видно то, что релизов было настолько много, что мне пришлось даже изменить шрифт, чтобы все они поместились. Но здесь, давайте не будем распыляться на все отчеты, отметим только 3. Это решение ЦБ по процентной ставке, пресс-конференцию после этого, и выступление главы ФРС Джанет Гирин. Очень символичное выступление, которое пройдет буквально после того, как мы узнаем уже все, что хотим услышать от ЦБ. Здесь, чтобы не повторяться, а уже который раз отмечу, что ждем решения программы количественного смягчения, ну, либо ждем очень агрессивных, таких, весьма очевидных, вербальных заявлений о том, что ЦБ реально уже рассматривает неизбежность того, чтобы действовать. В любом случае, этот фонд будет создавать условия для разгрузки европейской валюты. И я очень надеюсь, что мы сначала сможем добраться до нашей цели 1.05. И после того, как нам удастся это сделать, потом уже проанализируем актуальный новостной фонд. И я не исключаю возможность того, что перед еще более луговым прохождением мы сможем взять паузу и попробовать поторговать даже на отскок от этого уровня уже с точки зрения даже покупок Европейская валюта, потому что рынку нужно будет перезагрузиться, особенно после того медвежьего ралли, которое мы наблюдаем последние несколько месяцев. Но выступление главы ФРС Джанет Йеллин здесь интересно еще тем, что если, опять же, ИЦБ все-таки даст рынку те поводы для распродаж евро, которые должен дать, и по идее обязательно даст, то высказывание и выступление Джанеты Йеллин можно будет анализировать в качестве еще одного подтверждения контрастности монетарных политик, потому что Йеллин будет говорить уже о том, будет ли ФРС повышать процентные ставки. Даже одних разговоров уже, в принципе, будет достаточно, чтобы толкать, опять же, пару евро-долларов вниз и способствовать росту пары USD-йена, потому что, опять же, конкурентом доллара является в паре USD-йена японская валюта, а японская валюта также позиционно будет слабеть по причине, опять же, ожиданий более агрессивного выкупа актива со стороны Банка Японии. Мы ждем также решение программы количественного смущения, может быть, еще на 10-15 триллионов иен в год, и с 80 текущих. И, наверное, последующие отчеты, которые будут сигнализировать о снижении данных по инфляции, наверное, подтолкнут фактически Банка Японии к тому, что это решение также нужно анонсировать. То есть, USD-йена также кандидат для активных покупок, и общий фундамент располагает к этому. Ну и в пятницу здесь уже баллом будет править доллар и соответствующий фундамент, но от фарм-перлса количество новых рабочих мест, созданных вместе с хозяйственного сектора. Традиционно обращаю внимание на то, что, наверное, еще более объемящим показателем и интересным станет средняя почасовая заработная плата, потому что она фактически готовит нас к реальному показателю по ожиданиям и по росту инфляции. Поэтому, если в прошлый раз мы получили подтверждение роста заработных плат и тут же увидели, как этот отчет нашел свое отражение в приросте годового эквивалента индекса потребительских цен, уверен, то же самое будет и сейчас. Поэтому я на нон-фарм-перлс смотрю с точки зрения таких бычьих ориентиров, не сомневаясь в том, что они смогут поддержать позиции американца и дать нам дополнительное топливо, чтобы мы прокатились по паре USD и Йены к нашей биржа офицели, которая находится в районе 125. То есть неизменно все бьет к тому, что мы когда-то заняли правильные трейды и сейчас нам просто остается дождаться реально тех профитов, которые мы хотим получить. И как только мы это сделаем, разумеется, можно будет благодарить только себя. Ну и заключительный слайд, как я уже отмечал в начале брифинга, это ориентиры до конца этой недели. Евро-доллар 1.05, Аут-ЮСД 0.71, ЮСД-Е на 123.70, фунт против доллара 1.49.50. Веряю в то, что поддержка 1.50 пойдет и мы сможем сходить даже еще ниже. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, с радостью на них отвечу. Их можно описать либо в рубрику вопрос, либо в общий чат. Ну, поскольку вопросов нет, большое вам спасибо за внимание. Еще раз повторяюсь, неделька будет очень жарко, поэтому воспользуйтесь непременно моим бонусом, который я даю на депозит, чтобы повысить покупательскую способность, собственно, ваших депозитов. ЕЦБ – ключевое решение, и если оно все-таки будет анонсировано, думаю, что с большой долей вероятности мы сможем пробить поддержку 1.05. Ну, а там, где будет дно у этой коррекции, никто не знает, но, наверное, все-таки очень низко. Поэтому хорошей вам торговли, удачных трейдов. Если нужны будут какие-то комментарии, дополнительные вопросы, вы все прекрасно знаете, что их можно задавать либо на нашем форуме, либо оставлять на канале YouTube под видеобрифингом, то есть в формате каждого дня. Всего доброго! До свидания!